Всем привет! Это видео о том, как удалить с компьютера самопроизвольно установленный браузер Amiga, Cometa, искать в интернете от Mail.ru, Одноклассники, Mail.ru Updater, служба автоматического обновления программ, Спутник Mail.ru или другой софт от Mail.ru. Перечисленный софт часто ассоциируется с вирусным, так как устанавливается он самопроизвольно. Или если при установке нелицензионного ПО или того, которое загружено с непроверенных источников, пользователь не убрал в определенном месте галочки, подтверждающие необходимость установки данных программ. А удалить их стандартным способом не всегда предоставляется возможным. Для начала перейдите в Программы и компоненты. Ссылка на видео о том, как пользоваться инструментом «Выполнить» и его основные команды есть в описании. Отсортируйте установленные программы по дате. Таким образом, будет удобно выделить те, которые были установлены одновременно с браузером Amiga. И удалите их. Если данные программы не удаляются, тогда осуществите сначала второй шаг, после которого снова попробуйте удалить их с помощью программы компонентов. После этого запустите диспетчер задач. Найдите во вкладке «Процессы» те, которые инициированы браузером Amiga и Mail.ru. Кликните на каждом из них правой кнопкой мыши и выберите «Открыть расположение файла». Откроется окно. Его пока двигаем в сторону. Как видим, это данные папки AppData. В блоге нашего сайта вы найдёте статью, которая подробно описывает о том, что это за папка, какие данные в ней хранятся и можно ли их удалять. Ссылка в описании. А на процессе щёлкаем ещё раз правой кнопкой мыши и выбираем «Снять задачу». Теперь в открытом ранней окне с расположением файла удаляем всю папку программы. Если ранний из меню «Программы и компоненты» программа не удалялась, то возвращаемся к нему и пробуем удалить такую программу ещё раз. Делаем то же с каждой программой, которую нужно удалить. • Обратите внимание, что процесс службы автоматического обновления программ Mail.ru имеет название Mail.ru Updater. Очень важно удалить папку с файла Mail.ru Updater.exe, т.к. этот файл поселяется в автозагрузке Windows и скачивает в фоновом режиме софт от Mail.ru. То есть даже если вы удалите с компьютера все программы от Mail.ru, но в системе останется Mail.ru Updater.exe, то через некоторое время вы обнаружите, что все удаленные программы снова появились на вашем компьютере. Далее. Переходим в папку на диске C. Appdata.local.temp. • И удаляем все временные файлы. • На работу компьютера это никак не повлияет, но среди них вы обязательно увидите следы удаляемых программ. • Для полной уверенности, что на компьютере не осталось следов такого вирусного ПО, запустите одну из программ для очистки диска и реестра. Например, CCleaner. Ссылка на видео о том, как пользоваться такими программами есть в описании. • После этого необходимо вернуть настройки вашего браузера к состоянию до установки софта от Mail.ru. • Это необходимо сделать, так как данный вирусный софт зачастую меняют установленный на компьютере по умолчанию браузер. • Стартовую и домашнюю страницу вашего браузера, а также поисковую систему на Mail.ru. • Это можно сделать как вручную, так и с помощью сброса настроек вашего браузера. • О том, как сбросить настройки любого из популярных браузеров, мы уже показывали в одном из наших роликов. Ссылка в описании. Покажу как это сделать на Chrome, так как чаще всего пользуюсь именно им. Итак, чтобы изменить главную страницу. • Откройте настройки. • Перейдите в раздел меню «Внешний вид». • Измените главную страницу браузера. • Если вы увидите, что этим параметром управляет расширение Mail.ru, отключите и удалите его. • Чтобы изменить поисковую систему. • Откройте настройки. • Перейдите в раздел меню «Поисковая система» • Измените её. • Кстати, как видите, из-под раздела браузер по умолчанию Google Chrome можно его назначить браузером по умолчанию. • Чтобы изменить стартовую страницу, откройте настройки. • Перейдите в раздел меню «При запуске открывать» • Измените заданную стартовую страницу браузера. • Если вы увидите, что этим параметром управляет расширение Mail.ru, отключите и удалите его. • В других браузерах данные настройки будут выглядеть иначе, но суть абсолютно та же. • Чтобы изменить установленный в системе по умолчанию браузер • В Windows 8 или 10 перейдите в «Параметры», «Приложения» • «Приложения по умолчанию» • «Веб-браузер» • Кликните на значке браузера и выберите из списка тот, который желаете установить • В Windows 7 перейдите в «Пуск» • «Программы по умолчанию» • «Задание программ по умолчанию» • Кликните на значке браузера и выберите «Использовать эту программу по умолчанию» • Есть ещё один способ избавиться от следов пребывания программ от Mail.ru на вашем компьютере. Но он подходит только опытным пользователям, так как предполагает работу с реестром и планировщиком в Windows. Он пригодится, если описанные в этом видео способы не принесли нужного результата. Мы уже подробно описывали данные способы в одном из наших роликов. Ссылка в описании. Если вдруг описанные способы не помогли вам, напишите об этом в комментариях к видео. И мы обязательно рассмотрим ваш случай и возможно доработаем наше видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Удачи!